Дорогие друзья, уважаемые зрители, слушатели и подписчики канала Политека, приветствую всех вас. Меня зовут Вадим Герасимович, политик Илья Пономарев сегодня вместе с нами. Илья Владимирович, здравствуйте, рад вас видеть и слышать. Добрый день, добрый день. Илья Владимирович, инициированная Гундяевым, так называемая Рождественская перемирие и поддержанная Путиным и самой уже Россией, нарушенная. Вот что это такое? Потому что действительно существует множество версий. Институт изучения войны, аналитики этой аналитической структуры полагают, что таким образом Россия хочет нанести какие-то репутационные ущербы Украине. А американский президент Джозеф Байден, комментируя это, сказал, что Путину необходим кислород в рамках 36 часов этого же перемирия. А какой версии придерживаетесь вы? Нет, я, конечно, думаю, что это чистой воды пиар-акция, у которой есть, так скажем, задача минимум и задача максимум. Задача минимум – это просто показать, как старая советская традиция, исключительное миролюбие советского народа. Мы-то руку протягиваем, но вот она западная военщина, которая плюет в нее и отвергает любые мирные инициативы. Я думаю, что это еще и действительно было подтолкнуто не только Кириллом, но еще и Эрдоганом, который вдруг, значит, в ходе их беседы с Путиным сделал такое предложение. Ну а для Путина отношения с Эрдоганом мы видим, насколько они дорогие, что он даже там жертвует ему Армению и все прочее. Вот поэтому вот он нашел способ к этому прислушаться и сказать, ну вот видишь, ты мне предложил, а я, соответственно, это сделал. Но думаю, что была и задача максимум. Задача максимум могла быть организация визита Путина, скажем, в Донецк, чтобы покрасоваться перед камерами, а то как-то неудобно получается. Вот Зеленский все время ездит, а он нет. То есть, на ваш взгляд, ключевую роль в этом вопросе сыграл Реджеп Таип Эрдоган в рамках вот этого телефонного разговора, который состоялся между Путиным и Эрдоганом. Да, я думаю, что непосредственно натолкнул на эту мысль Эрдоган, хотя, конечно, это, я думаю, что не было главным фактором, потому что, ну, пропагандистский эффект в любом случае они внутри России точно получат. И среди так называемых Путин-ферштейеров тоже этот эффект мы видим уже, то есть там по публикациям, что он сработал. То есть те, которые хотят обманываться, они с удовольствием обманывают. Вот все. Игорь Гиркин и Стрелков назвал это решение, скажем так, ну, достаточно половинчистым, потому что, ну, если уж Путин говорит о рождественском перемирии, то пускай он и отправляется в Донецк на передовой и вместе с солдатами, там, представителями вооруженных сил России и отмечает это перемирие. Но не случилось. Путин, в свою очередь, отправился на службу в Благовещенский храм, который находится на территории Кремля и в гордом одиночестве. Ну, простоял эту службу и так он встречал Рождество, даже никакой массовки вот этих ряженых не было. Да, совершенно верно. Но я бы в данном случае, как раз, конечно, всегда очень хочется найти признаки там раскола элит, там, значит, внутренних конфликтов и всего прочего. Но я не думаю, что вот эти заявления Пушилина следует рассматривать в таком ключе. Скорее, это такой последовательный спектакль, да, там, рассчитанный именно, прежде всего, на публику, да. То есть Путин заявляет, потому что это, соответственно, покажут по центральному телевидению, потом Шойгу успокаивает военных о том, что нет, нет, конечно, это не то, что мы вообще стрелять не будем, это мы не будем стрелять первыми. Вот. И когда они стрельнут, мы, конечно, ответим. А Пушилин уже, когда эта первая волна сошла и таким образом новость была отыграна о том, что мирные инициативы есть, и, значит, перемирие объявлено, после этого Пушилин для, значит, своих вот уже мобилизованных из этих так называемых республик Станбасса говорит, не, не, ребята, это вообще все шутка, то есть вот не обращайте на это никакого внимания. Ну, то есть он, естественно, не мог это сказать, если бы, вот и тем более в таком ключе, если бы ему это не разрешил сделать Кремль. Ну, а на ваш взгляд, какие сейчас настроения, они царят между различными башнями Кремля, и если есть какие-то у вас интересные инсайды, которыми можно было бы поделиться с нашими зрителями и слушателями, милости просим. Ну, между башнями новая волна обострения, та же самая, которая была в сентябре, когда проходила мобилизация. То есть ровно та же самая, то есть товарищ Пригожин пытается доказать, что его модель побеждает, то есть, что вот лучше воевать с частной армией, просто дайте побольше бабок, у нас бабок много, дайте побольше бабок, и это будут, может быть, не такие большие, но зато по-настоящему дееспособные части. Поэтому он сильно активизировался с точки зрения своего пиара в районе Нового года, мы это все, значит, соответственно, прекрасно видели. Но в то же самое время у Пригожина нет тех успехов, которые он обещал. То есть он обещал Бахмут, он обещал Солидар, и там, и там нет. И по Солидару даже его же люди запустили слух о том, что Солидар уже взят. Вот, и он же сам лично опроверг, типа не надо торопиться и так далее, тем самым дополнительно привлек внимание к этой новости о том, что вот Солидар должен быть вот-вот взят, а то все типа забыли про него, уперлись в этот, значит, по-настоящему Артемовск, значит, по нашему Бахмуту. По поводу информации о том, что 95% центра города контролируются вооруженными силами Украины, и там все в порядке, ну, скажем так. Да-да, абсолютно, то есть там движение скорее противоположную сторону. Но Пригожину важно показать Путину, что смотри, вот Шойгу ничего не может, а я вот, соответственно, могу. Но по факту и у него тоже не получается, поэтому между башнями на данный момент равновесие, хотя думаю, что вся эта дискуссия относительно новой волны мобилизации, закрытия границ. И мы видели вбросы в средства массовой информации, там через телеграм-каналы относительно того, что вот закроют границы и так далее. То есть я думаю, что это все не случайное отражение именно вот этих вот внутрикремлевских противоречий. То есть, на ваш взгляд, Путин, он вынужден будет пойти на вот эти радикальные, скажем, непопулярные меры, и границы будут закрыты, очередная волна мобилизации – это только дело времени, да и, скорее всего, он может вести военное положение. Нет, я как раз думаю строго наоборот. Я думаю, что границы он точно не закроет, потому что ему скорее выгодно, чтобы, значит, нестабильные граждане, чтобы они уезжали из страны. Потому что все-таки революции он боится очень сильно, и он не хочет, чтобы внутри страны оставлялась критическая масса, которая может участвовать в революционных событиях. Я вообще считаю и считал, и продолжаю это считать, что призывы от российской оппозиции людям сваливать – это ошибка. Это прямая ошибка, которая помогает Путину. И думаю, что сам Путин это прекрасно понимает, и поэтому стимулирует он, наоборот, как раз заинтересован в таких слухах для того, чтобы вот нестабильная часть общества, она бы испугалась и уехала. Он ее никогда не ограничил. Конечно, этому не помогается, там, то есть, ну, всякие проблемы, но так же, как, скажем, когда отпускали евреев в Советском Союзе, да, там, там, все имущество оставь, там. Ну, то есть, там много разных житейских проблем, и так же, то есть, на этих людей делаются житейские проблемы, но, тем не менее, то, чтобы они сваливали – это прямой интерес к Кремля, я в этом абсолютно убежден. Вот, а что касается мобилизации, то она просто идет, здесь не надо делать никаких официальных вторых, третьих, 125-х, мол, она никогда не останавливалась. И Путину, опять-таки, невыгодно делать это публичным, но нужно просто, чтобы она продолжалась, она просто продолжается. Ну, тем более, указ о том, что эта мобилизация, она завершена, Путин так и не подписал, и даже Песков комментирует, а несколько месяцев тому назад сказал, что такой указ и не нужен. Так я про это и говорю, то есть, они говорят, что не нужен, ну, то есть, им нужно, чтобы такого указа не было, для того, чтобы, поскольку по указу, как он написан, все эти решения принимает формально Министерство обороны, пока этот указ действует. И, соответственно, сколько Министерство обороны захочет взять людей, столько оно и возьмет, там, никаких ограничений для этого нет. Если же Путин делает ставку на частные военные компании, по поводу вот Пригожина, можем сказать, что он уже публично признал, что не удается ему выполнить ту задачу, которая перед ним поставлена, а именно захватить Бахмут. Он же сказал о том, что это крайне сложная задача, там каждый дом, это крепость, все очень сильно укреплено, но в то же время он просит, скорее всего, больше денег, какого-то человеческого ресурса и продолжает вербовать зэкам. Но вот публичное признание самим Пригожиным вот этих трудностей, с которыми он столкнулся, о чем это свидетельствует, и вот этот его месседж, он в чью сторону направлен? Ну, то, что он говорит публично, это, понятное дело, публичное оправдание, потому что он же несколько раз говорил про то, что Бахмут будет взят. И, соответственно, ему нужно как-то объяснить там, почему этого не происходит. Но в данном случае он говорит совершеннейшую правду, вот эта крепость действительно, и вообще то, что они в него уперлись, это показывает общий уровень стратегического гения, который на данный момент находится в Кремле. Недавно читал такую фразу, и она мне очень понравилась, и я вот с ней согласен. Слава богу, что мы воюем с Гитлером, а не с Кейтелем. Ну, это, наверное, действительно чистая вода правда. Другое дело, что у них вообще, по-моему, Кейтели нету. Вот, ни Кейтелей, ни Гудерианов, ни, значит, никого другого такого типа. Вот, ну и слава богу, да, в любом случае вот это вот решение штурмовать Бахмут, ну, уже давно люди задаются вопросом, то есть, а почему Бахмут? Вот, тоже на Новый год в соцсетях я, наконец, получил ответ, потому что Бахмут примерно в 40 километрах от Нью-Йорка. Надо будет отчитаться Путину, да, то есть наши войска подходят к Нью-Йорку. Да, для того, чтобы военным образом одолеть войска НАТО, необходимо взять Бахмут. Да, 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 действительно, на самом деле, единственная правдоподобная версия, нафига он нужен. Вот, потому что никакого другого стратегического значения этот несчастный, а когда-то очень процветающий город на Донбассе не имеет. Ну, окей, хорошо, они в него упираются, то есть упираются, это перемалывается, соответственно, российская армия. Ну, просто действительно, Пригожину нужен успех, вот, для того, чтобы его концепция усилилась и победила, нужен успех. Потому что сейчас, с точки зрения Путина, все выглядит так, то есть, что и одни лузеры, и другие лузеры. Ну, то есть, просто одни там при этом в топку кидают большое количество жизней, и это имеет негативные последствия потенциально в будущем, да, потому что, значит, большое количество жертв. А другие, значит, сжигают огромное количество денег. Ну, еще плюс к этому тоже имеются там пиаровские издержки, связанные с этими самыми зэками, да. Ну, вот, как бы, то есть, поэтому они для него, в общем, более или менее равнозначны, и поэтому он продолжает стоять на позиции поддержки между ними конкуренции. И, конечно, те люди, которые говорят, что вот сейчас там произойдут кадровые изменения, Минобороны и так далее, я думаю, что это люди, которые отрабатывают заказ или пересказывают те истории, которые сделали люди, которые отрабатывают заказ. Скажите, пожалуйста, вот неужели на фоне этого тотального лузерства и провалов среди окружения Владимира Путина не может найтись тот человек, который ему так аккуратно скажет, а может будем сворачивать эту так называемую СВО? А ему некуда сворачиваться, в этом основная проблема. Я думаю, что он сам бы мог это давно понять, но вопрос в том, что пути назад-то нету, это односторонний шаг. Что он может, в принципе, сделать? Он и так пытается всячески усадить Украину за стол переговоров, там делает все возможное. И мы должны понимать прекрасно о том, что, ну, переговорные позиции, которые стартовые, озвучиваются, это совершенно не очевидно, что на них будут стоять там. Мы там требуем от Украины признать новые географические реалии. Окей, это стартовая переговорная позиция. Никогда в жизни переговоры, если это переговоры, они не заканчиваются на стартовых переговорных позициях. То есть, и в принципе, теоретически, конечно, то есть там может быть какая-то, значит, компромиссная история. Но я думаю, что абсолютный максимум, на который может пойти Путин с точки зрения своего, значит, внутреннего общественного мнения, там теоретический максимум, да, это вернуться к позиции на 23 февраля 22 года. Ну, то есть, тогда, по крайней мере, есть хоть какая-то пиаровская история о том, что мы это начинали для того, чтобы защитить Донбасс, там, русский язык, там, и так далее, и Крым. И 2014 года. Да, и, значит, вот мы там, значит, это вот задачу мы выполнили, мы их защитили, там, окей, там, и все прочее. А то, что мы заходили в Украину, а потом отступили из Украины, ну, мы же никогда, мы же миролюбивая нация, мы же никогда не хотели захватывать Украину, мы просто хотели им показать, что мы можем дойти до Киева, то есть, вот, и мы им показали, Кучкину мать, они все поняли, и поэтому отъехали от Донбасса, да. Ну, то есть, вот такая телега, в принципе, да, она продаваема для российских граждан, но такая тема вряд ли продаваема для Украины. И именно поэтому вот этих самых переговоров, да, то есть, их не видно, каким образом они могут происходить, поэтому Путин и бомбит украинские города, инфраструктуру и все прочее, потому что он надеется, что пусть там не граждане, ну, пусть элита украинская, значит, устанет, что вот их предприятия не работают, им самим тоже страшно, значит, элита всегда мягче, чем простые граждане, да, и вот они все там пойдут к Зеленскому и заставят его, значит, начать вести подобные переговоры. Вот ставка Путина, у него нету просто других надежд. Вот в этом контексте можем поговорить о логике или же о ее отсутствии. В конце прошлого года, я думаю, что вы также для себя зафиксировали, что Владимир Путин, он значительно вербально активизировался и много говорил о переговорах, сказал о том, что Россия открыта к этому диалогу со всеми участниками процесса и готова к поиску каких-то там взаимовыгодных развязок, но в то же время вот эти ракетные удары, удары с помощью тех же дронов Камикадзе по гражданской инфраструктуре, по энергетической, критической инфраструктуре, они продолжались, и это все сопровождалось разговорами о переговорах. Вот что это за логика или отсутствие этой логики? Ну, логика вот ровно та, которую я сказал, да, Путину для выживания своего политического, внутри России нужно иметь возможность сказать, что были некие цели этой специальной военной операции, так называемой, да, и эти цели достигнуты. Он же предусмотрительно никому не сказал, какие это цели, да, тоже уже абстрактные вещи там. Мы защитим там население Донбасса, ну вот здесь, соответственно, защитили, да. Вот, ну там о жертву и так далее, ну кто их там считает, да, там, и вообще вы все врете, это украинская пропаганда о том, что столько народу погибло, на самом деле погибло гораздо меньше, и вообще они герои, вот, и стране нужны герои, то есть, и вот они молодцы. По поводу Евгения Пригожина я хотел бы несколько вернуться к нему. Агентство Reuters интересную информацию опубликовало, и в этой публикации идет речь о том, что Пригожин может быть заинтересован в получении контроля над соляными и гипсовыми месторождениями в Донецкой области Украины. Именно этим объясняется его активное участие, участие ЧВК Вагнер в штурме города Бахмут. И, как сказал агентство «Американский чиновник», на правах вот «Инсайда» у Вашингтона есть основания полагать, что одержимость Пригожина Бахмутом обусловлена материальными мотивами. А неужели вот эти материальные мотивы Пригожина нельзя обеспечить с помощью российской территории? Ну, во-первых, насчет материальных мотивов в этой части я согласен. Ну, я думаю, что вся деятельность Пригожина мотивирована исключительно бизнес-соображениями, и вся его, соответственно, частная военная машина, да, то есть это способ зарабатывать денег. Но, понимаете, в Российской Федерации самое лучшее месторождение, которое есть, оно называется федеральный бюджет. Все остальные месторождения, даже нефтяные и газовые, они там на порядок хуже. И зачем Пригожину, который имеет доступ к этому главному месторождению, заниматься чем-то еще? Одно дело, когда он занимается месторождениями золота и алмазов, там, в Центрально-Африканской Республике или в других африканских территориях, там понятно, потому что очень маленькая себестоимость, очень большая маржа, а самое главное, очень далеко от России, Запада и любых других мест, где действуют хоть какие-нибудь ни было законы. С точки зрения соляных месторождений, гипсовых месторождений и так далее, я человек, который, в принципе, занимался многие годы сыгревым бизнесом, я могу сказать, что рентабельность там весьма и весьма маргинальна, то есть она, безусловно, есть, но уровень геморроя, чтобы это все работало, значит, он продавалось там и так далее, ну, это ерунда, это американцы по себе мерят, они просто, то есть не понимают масштаб этой личности, да, ему гораздо проще утащить миллиард долларов из бюджета, чем 10 лет зарабатывать там 100 миллионов, да, то есть там с этими самыми месторождениями в несчастной Донецкой области, так что нет, это все ерунда, я думаю. Ну, а на ваш взгляд, кто является главным советчиком или доверенным лицом Путина во всех военных вопросах? Это Пригожин, это Шойгу, это Герасимов, это тот же Ковальчук, хотя это не его профиль, скажем так, откровенно. Я думаю, что в военных вопросах у Путина советчиков нет. Это примерно та же самая история, как, ну, вот вы спросили, то есть кто был советчиком Сталина во время, там, Второй мировой войны. Ну, не было таких советчиков, он сам гениальный вождь и учитель. Там, другое дело, что там конкретные генералы на поле боя могли там это подрулить, подрихтовать и так далее. Ну, то есть, в любом случае, предел там деталей, в которые там вникнет великий вождь и учитель. Но общее решение, да, там принимаются первым лицом. Думаю, конечно, что на Путина влияют, и влияет Патрушев, влияет Шойгу, влияет Герасимов, влияет Пригожин. Безусловно, влияет Ковальчук, но не как там военные эксперты, вот, а просто как собутыльник, которому от Путина впрямую вроде как ничего не надо, вот, и с которым можно по душам поговорить и пожаловаться на весь предыдущий список. Вот, но, конечно, они все влияют. Ну, окончательные решения, я уверен, принимает Владимир Владимирович Ильич. По поводу собутыльников, кто точно не принимает решения и не влияет на их принятие, так это Дмитрий Медведев? Ну, я думаю, что тоже в определенном смысле влияет, то есть, с той точки зрения, что с ним поговорить-то иногда там поговорят, и я не считаю, что Медведева нужно настолько сильно недооценивать, вот, это же как-то обезьяна, которая дура-дура и свои пять копеек имеет, да, вот, как ни крути, Дмитрий Анатольевич, по факту, вице-президент Российской Федерации. Он первый зам Путина в этом самом силовом блоке в Совете Безопасности, и сейчас вот еще в военно-промышленной комиссии Путин дополнительно чисто аппаратно послал сигнал всем, напоминая о том, что, то есть, не надо относиться к нему как конченому идиоту, что у него он все равно остается доверенным лицом, и он все равно остается именно, что доверенным, это вот ключевое слово, доверенным лицом. Не факт, что Путин Медведева хоть как-то уважает с точки зрения его точки зрения, думаю, что никак не уважает, но доверие это все равно дорогого стоит. Но Евгений Пригожин позволяет же себе обвинять, на секундочку, вице-президента России, как вы выразились, в каких-то там эротических фантазиях? Ну, Пригожин вообще себе много чего позволяет, потому что он тоже часть этой самой питерской тусовки, и он нужен Путину. Поэтому Пригожин, конечно, вот эти вот самые границы старается максимально раздвинуть, тем более, что тут начинает работать эффект, вот если, там, обратите внимание, у нас раньше в российской политике был другой, вот такой же леший, это Кадыров, да, который имел репутацию о том, что с ним лучше не связываться, да, там, задел Кадырова, поди и извинись, да, потому что а то же тебе могут приехать обреки и зарызать, вот, просто и тупо. И им за это, типа, ничего не будет, потому что они так договорились с папой, да, то есть, ну, вот теперь появился еще и, значит, Пригожин, и Пригожин в этом смысле более опасен, потому что, ну, Кадыров все-таки очень, он регионален, да, там, значит, люди, которые приезжают, это тоже чеченцы, то есть, их, как бы, опознать легко от Пригожина, то есть, нет, и у Пригожина меньше ограничений с точки зрения его свободы политического маневра, именно потому что он русский, да, и плюс к этому, то есть, он все-таки не внешний по отношению к Путину человек, а человек из его самого ближайшего окружения, поэтому вот эту вот роль, там, Анфанто Риббля, да, занял именно Пригожин на данный момент, потеснив с точки зрения этой позиции Кадырова, но это просто дает ему возможность что-то говорить, но это не означает, что ему все можно, это просто означает, что Путину выгодно, чтобы такой игрок в системе был. По сути, на 11-м уже почти месяца вот этой масштабной российско-украинской войны, вот эта война, она держится исключительно на индивидуализме Путина? Ну да, это его решение, его решение. Илья Владимирович, по поводу Беларуси не могу не спросить вашего мнения, потому что вот та, ну, суета, скажем так, и те проявления публичности, которые в последние дни делает Александр Лукашенко, могут о многом чем свидетельствовать. Вот белорусский Гаюн, в частности, сообщает о том, что в ночь на 6 января в Беларусь в 15 вагонах прибыли около 800 солдат России. Кроме того, за последние сутки Россия отправила еще три эшелона с техникой личным составом в Беларусь. Все идет к тому, что Беларусь вступит в эту российско-украинскую войну в новом для себя формате, или же вот Лукашенко продолжает и дальше петлять как-то от Путина, ограничиваясь вот тем, что он может дать самому Путину в рамках этой войны? Я думаю, что Лукашенко будет петлять до самого конца, и это характер этого человека, в принципе, да, делать решения, которые для него несут огромные риски и могут оказаться самоубийственными. Это абсолютно не в стиле Александра Григорьевича, да, поэтому я думаю, что он будет и дальше заниматься политической, военно-политической проституцией, предоставлять свою территорию, давать возможность с нее делать все, что хочешь, но воевать шиш с маслом. Вот, я сомневаюсь, что он вступит, но в любом случае на данный момент, опять-таки, у Путина есть задача минимум, это сковывать как можно больше ресурсов украинской армии на вот этом северном направлении, и эту задачу, в общем, они стараются и решить. Им в этом смысле эти утечки о передвижении войск выгодны, чем больше они будут пугать, значит, тем больше будет к этому внимания, тем больше будет украинских солдат сковано, обороняя возможные агрессии с территории Беларуси. Как вы думаете, вот после загадочной, таинственной смерти министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея, Лукашенко продолжает вести какие-то тайные переговоры с Западом? Стремится ли получить какие-то гарантии безопасности? Если вот этот кулуарный диалог Беларуси и Запада имеет место быть, то о чем, каково его содержание? Ну, у него и при Макее не было большого количества каналов. То есть, да, Макей был каналом, но он в этом смысле слишком формализованный канал, то и будучи министром иностранных дел. Такого рода переговоры все-таки надо вести через людей неформальных. Когда-то для Лукашенко, например, такую роль выполнял Борис Березовский с Лордом Беллом в Великобритании, которые вот так вот с губой неформально, значит, говорили с западными лидерами и так далее. После очередных выборов, фальсифицированных Лукашенко, когда был очередной скандал и очередной разгон демонстрации, ну, как бы они отвалились. Потому что это уже был вопрос их собственной репутации. Но в целом вот только так переговоры можно вести. Я не вижу сейчас возможности у Лукашенко вести таких переговоров и не вижу возможностей у Запада, не возможностей, а желания у Запада этим заниматься. Может быть, даже я это говорю с сожалением, потому что я считаю всегда, что любой раскол встания врага – это хорошо. И считаю, что разговаривать с Лукашенко, манить Лукашенко на свою сторону и так далее – это является позитивным. Но западные политики живут в мире формальных репутаций, а не в мире войны. И они не готовы идти на личный имиджевый репутационный риск, чтобы разговаривать с грязным диктатором. По поводу также активизации военной помощи от наших международных партнеров и союзников Украины, хотелось бы сказать несколько слов. Соединенные Штаты Америки выделили достаточно мощный и по финансам рекордный пакет военной помощи – почти 3 миллиарда долларов. Выделяют БМП Брэдли, дают также и ракеты, что впервые на этой неделе. Франция многих очень приятно удивила. Дают они также технику, которую раньше не выделяли. Вот эта активизация, о чем она может свидетельствовать? И также есть определенные подвижки и со стороны Германии. Я бы не сказал, что здесь есть какие-то кардинальные вещи. Это прежде всего свидетельствует о хорошей работе прежде всего лично президента Украины Зеленского, который договаривается с западными лидерами, сочетая на самом деле и кнут, и пряник. То есть он на них наезжает публично, то есть корит, укоряет и так далее. Он в то же самое время и дружит. И соответственно, есть какие-то результаты. У Америки есть сложности, как мы знаем, внутриполитические. То, что происходило, выдавились выборами спикера на прошедшей неделе, соответственно, за этим наблюдал весь мир. Попытки, да? Да, да, да. То есть там это, конечно, беспрецедентно для американской политической системы. И на самом деле смех смехом, но в этом риски определенные есть, потому что из-за этого спикер очень ослаблен. Это так называемая партия хаоса в Америке. Всего-то там, сколько, 19 человек, да? Там показали свои зубы, свою силу. Они настроены, как раз именно эти люди, антиукраинские. Ну, точнее, они настроены проамериканские, они настроены изоляционистские, да? С точки зрения внешней политики. Поэтому лучше от греха подальше, да? Там не дать им в руки каких-то рычагов воздействия. Я думаю, что вот это вот было основной причиной того, что сейчас произошло. Кстати, вот Дели Телеграф написала о том, что, по сути, вот Макрон, он перешел определенную красную линию, красную черту, приняв решение передать вот эти колесные танки АМХ-10РС. И также отмечают, что Макрон, он обогнал руководителей США Великобритании и Германии, еще не решившихся на поставки в Украину такой бронетехники, и Франция теперь перехватывает инициативу помощи Украине у Британии. Согласны ли вы с таким мнением, что вот Франция вот сейчас перехватила эту инициативу, является обладателем пальмы первенства среди европейских государств, которые предоставляют ту или иную военную помощь нашей стране? Макрон просто обиделся на то, что ему Дмитрий Олегович Рогозин прислал кусок своей жопы, обвинив в этом французов. Вот он прислал, он получил, Макрон понял, что надо действовать, потому что если не добили в первый раз, надо добить во второй. Ну, на самом деле позиция Франции, она достаточно непоследовательная, надо прямо сказать, да, люди горячие, импульсивные, то есть они их шатают немножко то в одну сторону, то в другую, то переговоры, то танки. Но думаю, что надо быть за это признательными, что приняли подобное решение, и это иллюстрирует ту мысль, что с французами надо просто больше разговаривать по телефону. Вот, в какой-то момент времени они будут принимать нужные решения. Давайте с французами с другими людьми по телефону. Да. Илья Владимирович, и в завершении нашего с вами эфира, в конце прошлого года состоялось общение Владимира Путина с китайским лидером Си Цзиньпинем, если говорить о публичной части разговора, то он был достаточно комплементарным, и Путин пригласил товарища Си в Москву, вот интересно, приедет ли Си Цзиньпинь в Москву, будет ли он общаться в России с Владимиром Путиным, будет ли он его принимать тогда за вот этим знаменитым широким столом. И на ваш взгляд, какой же все же линии придерживается Китай относительно российско-украинской войны, беря во внимание тот факт, что прямых переговоров, вот телефонного контакта между Зеленским и Си Цзиньпинем, этого контакта так и не было. Я думаю, что Китай держит позицию заинтересованного нейтралитета, я про это говорили, мы с тобой уже несколько раз и так далее, не изменяя в этом смысле позицию, что Китай вот это он в старой своей парадигме ждем, пока мимо нас проплывет труд нашего врага. При этом неизвестно какого, но кто будет первым? Потому что победит Путин, отлично, он ослабит НАТО, Америку и Китай может спокойно забрать себе Тайвань. Победит Запад, окей, ослабится, соответственно, Россия, Китай может забрать себе Сибирь. Ну вот я думаю, что примерно таким образом они мыслят и ждут, соответственно, чем дело закончится. Единственное, в чем Китай конкретно не заинтересован, это там в ядерной войне и так далее, потому что любое имущество должно достаться Китаю неповрежденным. И какого-то, значит, хаоса на этой территории вот этого Китай допустить не хочет. Вот думаю, что, соответственно, их разговоры с Путиным, они направлены именно на это, они считают это важной задачей, думаю, что они это транслировали американцам, что они будут заниматься подобного рода стабилизацией немножко психического российского лидера. Ну и вот они эту работу делают. Нужен ли будет для этого визит Сы Цзиньпиня в Москву? Не знаю. Я думаю, что Сы Цзиньпинь правильно оценивает, что это гораздо больше нужно Путину для демонстрации вот этой самой коалиции. Опять-таки, чтобы американцев потыкать, смотри, вот тут же вместе, вот, и поэтому думаю, что китайцы будут с России продавать этот режим, этот визит подороже. По поводу использования ядерного оружия, но у Путина же остается вот эта опция начать развязать ядерную войну? Ну, опция-то она всегда остается до тех пор, пока остается, соответственно, большая красная кнопка. Но будет ли эта опция использована? Вот тут у меня есть очень большие сомнения, ну, и надеюсь, что этого, конечно, не будет использовано. Но я не вижу для этого и прямых предпосылок. Я думаю, что у него желание может возникнуть тогда, когда уже будет поздно, когда уже система будет разваливаться, и когда действительно этот сигнал просто люди не исполняют. Илья Владимирович, и теперь уж точно в завершении нашего с вами разговора. В субботу, 7 января, состоялось поистине историческое событие. Глава, председатель Православной Церкви Украины Епифании провел рождественскую службу в Киево-Печерской Лавре. И напомним, что недавно завершилась официальная передача Успенского собора и трапезной церкви Киево-Печерской Лавры от Украинской Православной Церкви Московского Патриархата в пользование государству. Вот насколько вот это событие и все, что связано с этим, это является таким сильным ударом по путинским, гундяевским, духовным так называемым скрепам. Я не думаю, что само по себе это является сильным ударом, потому что, значит, это УПЦ-МП, она так иначе все равно находится в состоянии развала и внутреннего раскола, и откола с РПЦ. Поэтому вся эта система уже находится в состоянии развалившимся, и, как говорится, снявши голову по волосам не плачет. То есть, естественно, они будут использовать это в качестве, опять-таки, внутренней пропаганды, наших бьют, из церквей выгоняют, безбожники, нацисты там, значит, и так далее. Но думаю, что вот сам по себе отдельный шаг, ну, реального значения, помимо пропаганды уже не имеет. Этот шаг, который гораздо более важен для Украины на данный момент, чем для России. Для Украины это очень важный символ, я поэтому себя поздравляю с Рождеством и поздравляю как раз тем, что произошло в Лавре. Давно пора, я считаю. Россия все потеряла в этом смысле еще в 2014 году и окончать это в 2022. Илья Владимирович, огромное вам спасибо за этот разговор, за эту беседу, эфира. Илья Пономарев, политик, был сегодня вместе с нами на Политэк, а также спасибо нашим зрителям, слушателям, подписчикам. Берегите себя, обязательно услышимся и увидимся. Всего доброго и до свидания. Спасибо. Прошедший вечер. Прошедший вечер. Прошедший вечер. Прошедший вечер. Прошедший вечер. Продолжение следует...